здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая у меня возникло большое желание сшить ежика выкройку полностью делала сама несколько раз переделывала все что мне не нравится исправляла 1 ёжика тренировочного я вам покажу в конце именно с этой отредактированной выкройка я еще ничего не шила сейчас ее будем испытывать но сразу будем исправлять ошибки хотя у меня большая надежда что в данном случае уже все получится вот такие тряпочки продаются магазине фикс прайс вместо иголочек конечно вот такая будет мягкая ткань единственное будем смотреть куда идет направление ворса из простой ткани вот очень плотная у меня такая ткань это какая-то наволочка для пера наверно это я уже буду делать переднюю часть туловища мордашку ушки и и лапки друзья рисую ручкой я попробовала у меня даже на тонкой ткани не просвечивается эта часть у меня не зашитая останется передняя часть туловища задняя часть туловища здесь я смотрю куда идет ворс он мне должен идти сверху вниз и выбираю сторону но вот тут похуже сторона это будет изнанка поэтому я лицевую сторону прикладываю к лицевой стороне здесь я скалываю булавочками это мордашка для себя отметочку делаю значит данном случае только буду сшивать вот эту часть вот эту полуокружность я не сшиваю пока добавляю здесь уши беру запасом потому что можно где-то ошибиться здесь очень сложно что-то начертить поэтому проще сложить вдвое и вырезать вырезаю совсем маленький круг и теперь я все-таки воспользуюсь иголочками сейчас главное чтобы ткань не уехала делаю надрезы и теперь вот на изнанку вот это все я пройду уже иголка с ниткой наживлю ну я возьму белую чтобы по виднее было можно под цвет я здесь не стягиваю эти две детали я пока откладываю это мне надо со строчить про строчила сейчас это все буду вырезать у меня есть ножницы зигзаг но я мало использую где вогнутые места делаю надрезы самое главное не разрезать шов разровняю швы разровняю швы у кого сыпучая ткань пройдите по швам смажьте клеем пв друзья ну мне будет нужна бусинка любая которая подойдет для носика носик я буду делать изнутри мне нужно чтобы игрушка была безопасная клея буквально капельку все потом будем подкрашивать ушки я в центре немножко вот так соберу переберу вот эту часть и как бы ее одеваю вот сюда на мордочку прихватываем булавочками в четырех местах меня запас большой поэтому я здесь просто ориентируюсь уже по отверстию ушки подставляю сюда чтобы их потом прошить и можно было немножко вот так вывернуть сразу наживляю прям вот так сверху по кругу нужно будет прострочить или прошить вручную ну вот смотрите что у меня получилось это потом я так пушки поправлю выверну что у меня здесь смотрите я вычерчивала немножко с запасом но у меня так вот и получилось теперь мне надо сложить вот эту лицевую часть с вот этой лицевой ну направление ворса здесь вверх идет здесь вниз идет переворачиваем ориентируюсь я уже теперь на вот эту строчку вот эту деталь я себе сейчас вырежу просто кругу сейчас вы поймете для чего я прикладываю так как это у меня сама выкройка то я сверху вот этот вырезанный кружочек укладываю строго по выкройке а саму выкройку потому что она будет у кого-то на бумаге у кого-то на картоне мы ее убираем все фиксируем иголочками друзья я привыкла все упрощать поэтому меня все просто значит вот здесь я не застрачиваю так как здесь ничего нарисовать нельзя даже пройти с мёточно-намёточным швом здесь его просто не увидим поэтому я буду шить или прям в край вот этой бумажечки или прям по самому или прям по самой бумажке где как получится поэтому эта бумажка потом просто мы ее вырвем и выкинем а выкройка у нас будет целая а еще забыла сказать что вот эти уголочки тоже лучше подколоть чтобы ничего никуда не не убегала и не съезжала пока сам с этим не столкнешься кажется кажется что вообще все просто ну вот есть небольшие нюансы которые можно опытным путем уже избежать вот эти все детали теперь набиваем наполнителем холофайбером я наполняю ручки сильно плотно можно не набивать там можно пальчики прошить зашиваем по тайным швом или любым швом который вам нравится а я сейчас еще разрабатываю шарнирную куклу хочу сделать свою выкройку хорошую выкройку можно найти только на платных мастер-классах я посчитала что я и сама могу сделать все и теперь я наполняю голову особое внимание надо уделить мордашки голова прям плотненько набита не каменная так вот можно здесь вот тянуть сюда к носу у кого тонкая ткань осторожно так делайте прошиваем соединяем по боковым швам равняться можно я теперь иду в обратную сторону чтобы у меня не перекосабочилась ничего несколько раз прошлась прекрасно все держится игрушечка будет игровая все здесь хорошо прошита и безопасно вот тут сейчас я прихвачу ушки на самом деле ушки я бы в другой раз сделала немножко ниже получились такие смешные уши теперь нужно будет пришить лапки берем цыганскую иголку уберем потолще надо чтобы лапки были на одном уровне я пуговицы здесь не применяю можно конечно и пуговицы два три миллиметра отступаю и иду в обратный ход эту ниточку убираю чтобы завязать подмышкой а в этот прокол я пока прохожу вот он уже намеченный прохожу и вытаскиваю вот эту ниточкой вот здесь я все завязываю туго подтягиваю все завязываю нитки как бы вы не завязывали все равно немножечко они ослабнут напряжение ослабнет и тогда будут сильно болтаться поэтому завяжите потуже и вторую точно так же сейчас я выведу вот такая вот фигурка получилась ручки будут двигаться здесь уже можно все расписывать но я хочу не мне сделать небольшую утяжку мне надо определить где у меня будут глазки попробую еще вот здесь линию улыбки сделать иголочку лучше взять по длине и нитку берем длинную прочную делаю закрепку теперь я возвращаю нитку вниз и подтягиваю и уже вот здесь у меня формируется место видите ямочка для глаза нужно будет несколько раз пройти и подтянуть подтягиваем и делаю дело внизу закрепку во второй глаз вывожу видите как уже формируется мордочка еще раз вверх и вниз проверяю все закрепляю нахожу точки которые отметила для улыбки и вывожу опять сюда вот под ухо здесь я утягиваю меньше чем глазки не так сильно и опять сюда увожу здесь нитку надо закрепить смотрите здесь я уже вот подтянула сейчас мы вот вот эту часть куху подтянем у нас вот здесь будет улыбочка узелки от эти все которые я начинаю потом обрезаю меня они не остаются здесь я закрепляю нитку так два раза я прохожу по одному месту и стягиваю и точно так же два раза здесь закрепить можно с этой стороны смотрите как красиво все аккуратно получается все нигде никаких следов не остается вот такая лапка аккуратно тонируем игрушку у меня есть масляная пастель у кого нет возьмите любую косметику тени румяны делаем тонировку то есть глубину например улыбку глубину глаз подчеркнуть ваточка быстро распушивается поэтому надо почаще менять нарисовать можно пупок можно было сделать утяжку краски я беру акриловые уже почти у финиша делаю маленький блик на носике закрепить можно и акриловым лаком и клеем пва у кого сильно густой клей разведите водой то красил тенями или сухой пастелью можно сбрызнуть в начале лаком для волос если вы хотите чтобы ручки крутились главное чтоб они не подклеились и клей он эластичный также как и акриловый лак пропитывает полностью ткань сейчас я покажу вам еще это первый ёжик у которого мне не очень понравилось тело и форма мордочки хотя тоже интересный персонаж здесь я использовала немного другую ткань тоже была тряпка из фикс прайса вот этот мне больше нравится здесь уже можно добавить шарфик бантик в лапке корзиночку узелок цветы ну любые аксессуары что хотите добавляйте подсыхает еще немножко еще покажу пробовала рисовать но почему-то у меня рисунок получился больше похож на лисичку нет все таки вот так лучше больше похож на ёжика на основе вот этой выкройки можно сшить любую зверушку выкройку я вам дам во вкладке сообщества друзья и вот итог моей работы по моему все прекрасно получилось друзья а я на сегодня с вами прощаюсь пока пока а